Это нужно очень хорошо постараться, чтобы полицейский улыбчиво предложил сфотографироваться. Гонять на велосипеде хорошо, а знать правила еще лучше. Как правильно переходить дорогу с велосипедом? Слезать с него, когда зеленый. А когда красный, если ты быстро, то надо успеть затормозить и с него слезть. Инспекторы раздают подарки за верные ответы. Такое бывает только на фестивале. Главный автоинспектор Сергей Лебедев объясняет идею праздничных викторин и конкурсов. Хотим привлечь внимание детей к проблематике детского дорожно-транспортного травматизма, а также их родителей. Дети у нас в летний период находились на отдыхе. Сейчас они приехали в город, окунулись в городскую суету, интенсивность движения. Именно в рамках фестиваля мы им хотим довести первые азы, наверное, поведения на дороге. Мария обсуждает со своей племянницей, как правильно переходить дорогу буквально каждый день. По улице идем, светофор горит, можно переходить. Если зеленый, то можно, красный нельзя. Знаки дорожного движения, ну как обычно. То есть все, что видим, обсуждаем. Подавать пример юным обязаны взрослые. Поэтому с показом приехали участники клуба «Автомотостарины». Сергей Николаевич напоминает, проверять машины нужно регулярно. Ну раз, заезжай на эстакаду, проверяй, что ли где-то открутилось, подтяни, нет ли течи масла, правильно, чтобы все, масло, расходника всех, все, значит, уже это сигнал, значит, смотреть надо. Знакомый товарищ Анатолий так и делает. Волга 1969 года выпуска хоть куда, хоть в лес за грибами, хоть в город по делам. Я с тещей только проездил полторы тысячи. Только с тещей. Только с тещей полторы тысячи. Посмотрите, даже посидеть внутри модели из советского прошлого смогли даже те, у кого прав нет и быть еще не может по возрасту. Нравится дизайн? Да, просто такого никогда не видели. Даже старое, нам интересно. А самые смелые включили сирену. Евгений Нефанов и Юрий Дорошенко, Антенна 7. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...